Дорогие, через Библию мы можем познать драгоценное сердце Господа Бога. То, что Господь Бог даровал нам Библию, это удивительный факт. Библия спасла мою жизнь. И Библия дала мне множество благословений. И через Слово Библии я видел, как многие люди получают спасение. Есть то, о чем мы неправильно думаем. Когда мы приходим к Господу Богу, действует не только Бог, но также и Сатана. И часто бывает, что пока мы слушаем Богу, Сатана нас обманывает, и поэтому делаем то, чего нам не нужно было бы делать. И я верю, что в пятой главе Евангелия от Иоанна Иисус Христос показывает это Иудеям. В первом стихе написано, «После всего был праздник иудейский, и пришел Иисус в Иерусалим». Есть же в Иерусалиме у войти к ворот купальня, называемая по-еверски Вифеса, при которых было пять крытых ходов. «В них лежало великое множество больных, слепых, хромых и сотших, ожидающих движения воды. Ибо ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду. И кто первый входил в нее по возмущению воды, тот выздоравливал какой бы ни был одержим болезнью». Вот была такая купальня. Сотни людей собрались вокруг этой купальни и ждали, когда будет возмущение воды. Иисус Христос пришел к купальню Вифесда. Но глаза многих людей были направлены на купальню, но не на Иисуса. Они смотрели на купальню. Потому что при возмущении воды, нужно же войти раньше, чем другой. И поэтому, пока смотрели на купальню, они даже не знали, что пришел Иисус. И там был человек, который болел 38 лет. Он не мог ходить. Видит, что возмущается вода. Но если будут смотреть туда, тогда все потеряют шанс войти в купальню. А человек, который болел 38 лет, он понимает, что даже если он видит, как возмущается вода, он не сможет ничего сделать, поэтому он смотрел на другое место. И Иисус приходит именно к этому человеку. Иисус спрашивает, хочешь ли быть здоров? Так, Господи, однако, прежде чем я войду купальню, другой сходит прежде меня. Если разобрать эти слова, Это значит, что даже если ангел будет возмущать воду, он не может первым войти в купальню. Другие больные готовятся войти первой в воду. А этот человек, даже если ходит войти, он не сможет. Потому что он не может двигаться, и поэтому он может только смотреть, как ходит другой. Поэтому Иисус приходит именно к этому больному. Дорогие, эта история показывает нам очень важные вещи. В духовной жизни, единственное, это кровь Иисуса Христа. Других церквях учат о том, что мне надо быть верным, мне надо молиться, мне нужно сделать, мне нужно быть трудолюбивым перед Богом. Но нашими телами Бог никогда не даст благословения. Никогда Господь Бог не давал награду тому, кто занимал первое место. Да, на соревнованиях дает за первое место. Бог никогда не давал благословения за усилие. Бог никогда не давал тому за какого-то усилия. И иначе, как человек, который болеет 38 лет, может получить исцеление? Когда Иисус пришел к купальне, Многие больные находились вокруг купальни. Каждый из них думал, я первый войду в воду. Они надеялись на свое. Но вы должны точно знать, что ни в коем случае вашими добрыми делами вы не сможете войти в Царствие Небесное. За ваш какой-то труд вы не сможете войти в Царствие Небесное. Хорошими делами вы не можете войти в Царствие Небесное. Нет ни одного, кто бы своими добрыми делами мог бы попасть в Царствие Небесное. Потому что тогда получится, что в Царствие Небесное мы идем за дела, а не по милости. Бог же, когда давал нам свою благодать, свою милость, Важно было, чтобы все было по милости Господа Бога. Иными словами, мы должны стать теми, которые не могут получить без милости, когда я не могу. Когда я стал человеком, который не может исполнить закон. Я человек, который без Бога не может. И этому человеку Бог дает по милости. Другие больные смотрели на купальню и ждали, когда же будет возмущение воды. Может быть, кто-то уже отпустил ногу в купальню. Может быть, кто-то аж находился таким образом, что чуть-чуть он мог бы упасть в воду. Они все были люди. И они не знают, что такое милость Бога. Но если будет заплачена моя цена, мои дела, то это уже не милость. Потому что милость это иметься безвозмездно, даром. Хотя я ничего не сделал. Хотя я должен погибнуть. Но Господь помиловал меня, и поэтому я могу сделать. По милости, даже если ты много жертвовал, не проблема. Даже если ты немного не можешь просить, не проблема. Даже если ты не можешь, это не проблема. Я не могу. Поэтому не 99 процентов. И на 100 процентов должно дождаться даром. Это есть милость. Вот так учит нас Библия. Многие люди находились у купальни. Кто-то придумал эту историю. Но здесь не написано, чтобы кто-то выстроил, войдя в первую купальню. Иисус говорит, это не то. Потому что ты сделал доброе. Потому что ты сделал хорошее. Потому что ты трудился. Потому что ты молился, я даю. Нет. Не за какие-то дела ты получаешь благословение и прощение грехов. Это спасение, это милость. Тут милость имеется в виду, что я ничего не сделал. Сегодня люди думают, что если я буду жертвовать, если я буду молиться, если я буду читать Библию, они думают, что они попадут в Царство Небесное. Многие больные купали в Ефес, да? Они думали только об одном. Вот когда будет возмущаться вода, я войду в первую воду и смогу исцелиться. Однако это дела. А знаете, что слово говорит? Слово говорит, «Благодатью вы спасены, и верой спасены, и синий от вас Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Иными словами, нашими делами никто из нас не может получить спасение. Нашими добрыми, усилиями, трудом мы не можем совершить спасение. Спасение — это благодать. Там не добавляется мой труд, не добавляется мои усилия, ни какие-то мои заслуги, ни какие-то мои таланты. Милость — это дар, который дается безвозмездно. И поскольку это удивительно, драгоценное, поэтому никто не может оценить стоимость цены крови Иисуса. Мы с спасением получаем кровь Иисуса Христа, а не нашими какими-то заслугами. Если мы будем читать Библию, многие больные собрались у купания и ждали возмущения воды. Когда они ждали возмущения воды, был человек, который болел 38 лет. В пятом стихе написано, «Был тот человек, который болел 38 лет». Иисус, увидев его лежащего и узнав, что он лежит уже долгое время, говорит ему, «Хочешь ли быть здоров?» Иисус хочет дать ему возможность выздороветь. Больной отвечал ему, «Да, Господи, но не имею человека, который опустит меня в купальню, когда возмутится вода». Иными словами, он понимает, что сам не может войти в купальню. Если он сам может войти в купальню, все больные, которые собрались в купальню, думали, что они смогут войти сами в купальню. Этот человек понимает, что он не может сам войти в купальню. поскольку он понимает, что он сам не может войти в купальню, поэтому Иисус пришел ему, чтобы помочь. Те больные, которые считают, что «я сам могу войти в купальню», они сами могут, поэтому им не нужна помощь от Иисуса. Иисус, увидев, что он уже лежит долгое время, спрашивает, «Хочешь ли быть здоров?» Больной отвечает, «Да, Господи, но не имею человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода. Когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня». Это очень интересные слова. «О, так если ты не можешь войти, зачем ты тут лежишь? Ты же можешь пойти домой». Правильно? «Да, другой входит прежде меня». «А почему он не лежит дома, а находится здесь?» «Да, если кто-то не поможет, я не могу войти, но я хочу получить милость от Бога». «Именно поэтому я нахожусь у купальни». Иисус сказал этому больному. Иисус, увидев его лежащего и узнав, что он лежит уже долгое время, говорит ему, «Хочешь ли быть здоров?» «Что говорит нам Библия?» «Что говорит нам Библия?» «Показывает, что нашими усилиями и трудом мы не можем освободиться от греха». У купальния Вефезда «Лежали многие больные». «И когда возмущает ангел воду, это то же самое, как соревнования. И если ты первый ходишь на финиш, ты получишь награду». Господь никогда нам не дает награду за наши труды и усилия. Он очищает наш грех. И это возможно только по милости Бога. Иисус Христос даже не смотрел на тех людей, которые хотели первыми войти в купальню. Кого же искал Иисус? Иисус увидел человека, который болел 38 лет. Поскольку этот человек сам не может двигаться. Даже если увидит, как возмущается вода, он может попытаться, но не может войти первым. И поэтому, кого искал Иисус? Иисус не смотрел на того, кто первым может войти в купальню. Мы согрешили. И мы должны получить проклятие. Но нашим трудом мы даже каплю своего греха не можем очистить. мы не можем улучшить свое состояние даже на сантиметр. Мы нуждаемся в милости Бога, который дается даром. сегодня есть многие люди. И люди пытаются своими усилиями, своим трудом освободиться от греха. Иисус Христос прошел мимо многих больных. Кого же Иисус искал там? Тот, который давно лежит. И человек, который устал, у которого нет пути, нет способа исцелиться. Иисус приходит к этому больному. Говорит, хочешь ли быть здоров? Он говорит, да, Господи, но не имею человека, который бы бросил меня в купальню. Единственный способ для этого человека нужно войти первым при возмущении воды. Там было уже много умеющих людей, талантливых людей. И прежде чем я схожу в другой сходит, прежде чем я, поэтому я не смогу войти первым. Что бы я ни сделал, он понял, что он сам не сможет освободиться от болезни. Иисус искал именно такого человека. Наш Господь такой. Те, которые могут сами сделать хорошо, которые молятся, делают, им не нужна милость, потому что они сами могут все сделать. Человек, который болел 38 лет, если ему скажут, войти в воду, он не сможет войти самостоятельно. Поскольку у него не было способа, поэтому Иисус стал его путем, стал его милостью, стал его спасением, стал его силой. Вы не представляете, какая это милость. Многие люди хотят попасть в Царство Небесное, но все, кто хотят попасть в Царство Небесное своими делами, это ложь. То, что мы получаем прощение грехов, 99 процентов, нет, 100 процентов, должно быть по милости. Если вы старались, если вы трудились для спасения, если вы что-то сделали, то, что сделали каким-то усилием, это не милость. Потому что благодать это то, что дается дарам, не по заслугам. После гражданской войны, когда была гражданская война, мне было 7 лет, и была битва на реке Ак-Кук-Тон. Нам нужно было пройти реку Нак-Тон. И получается, эта река Нак-Тон разделяла в два войска. И когда переходили через реку, началась битва. на этой битве идет 20 минут, 30 минут. И потом заканчивается сражение. Много-много пуль тогда летает туда-сюда. И проходили. И отец мой бросил меня под здание. И получается, танки на той стороне, это были дюжно-корейские. И поскольку находится войско серной Кореи, и начали стрелять. не слышно снаряд и взрывается и попадает наше здание Я думал, если я встречу этого солдата, который стрелял, хочу поблагодарить. Даже если хотя бы чуть-чуть он стрелял бы выше, тогда я бы уже был бы мертвым. Мы прятались спать мостом, и потом я заснул. Прошло много времени. И смотрю, отец обнял меня и идет против реки, против течения. И не смогли освободиться от территории, в которой были северно-корейские войска. В общем, такая была страшная битва, и мы спаслись. И я видел, как наша страна получает независимость. Если сейчас подумать, Америка – это страна, которую я не могу забыть. В этот раз хор Грачис не смог получить визу и не смог приехать в Америку, чтобы проводить тур Рождественской Контаты. Поэтому мы в Корее проводили концерты Рождественской Контаты. Это было очень популярным выступлением. Я был благодарен Богу за это. В следующем году уже хор приедет в Америку. Обычно нам хорошо давали визу, но в этот раз не дали, и поэтому Бог хотел, чтобы мы в Корее выступали. И через этот концерт многие люди в Корее получили от греха свободу. Во время концертов я проповедовал о прощении грехов, и я был благодарен Богу за это. Проповеди, которые я провожу, ничего не требуется, никакие дела, никакие усилия, ни труды. Одно. Верить будет достаточно. Иисус Христос умер на Христе, и Он получил наказание вместо нас. Какой бы грех мы не совершили, Смерть Иисуса Христа делает свободными нас от любого нашего греха. Аминь. Нам не нужно никаких усилий. Смерть Иисуса Христа, Какой бы грех мы не совершили, Ничего больше не потребуется. Многие люди сегодня не знают Библию. Им кажется, что надо что-то сделать, чтобы попасть в рай. Что надо много пожертвовать. Что мне нужно сделать доброе, чтобы попасть в рай. Что я должен пожертвовать чем-то. Так они думают. Но чтобы попасть в Царствие Небесное, мы должны знать одно. Наши труды и усилия, они не потребуются. Даже если вы ничего не сделали. Тем, что сделал Иисус, были удовлетворены все условия, чтобы мы попали в Царство Небесное. Не я стараюсь, чтобы очистить свой грех. Жертвовать, трудиться не имеет никакой связи к спасению. Есть гимн. Что вину мне может смыть, Он и что лишь кровь Иисуса. Какой бы вы грех не совершили, какой бы грех вы не сделали, даже если вы совершили много зла, кровь Иисуса Христа уже все очистила. на кресте. Какие последние слова Иисус произнес? Совершилось. Он уже завершил. Я очистил твои грехи. Я получил наказание уже за тебя. Я уже все совершил. И мы верим в это. Вы понимаете? Иисус все совершил. Но если вы добавите туда ваши усилия, ваши труды, получается, вы поносите кресть Иисуса Христа. Того, что Иисус Христос умер на кресте. Он омыл грехи даже самого страшного преступника. У нас в церкви есть один пастор. Раньше он был бандитом. И его за это арестовали и посадили в темницу. Он находился в тюрьме. И у него был один человек в камере. Он находился в тюрьме. И он совершил преступление. За это его лишились свободы. А другой сокамерник, он убил шестерых. За это приговорили в смертной казни. Так вот. Человек, которого приговорили в смертной казни, находился в его камере. А тот человек, который сейчас у нас в церкви служит пастором, он был бандитом. Он дрался. Он создавал много проблем. И чтобы немножко его успокоить, пригласили одного пастора. И сделали, чтобы этот пастор усыновил этого человека. И пастор приходит, дает деньги, дает белье, заботится о нем. Но однажды этот пастор сказал, «Слушай, я хочу тебе кое-что сказать. У тебя в камере есть человек, который ходит в страшную стерковь Уксупака. Ни в коем случае с ним не встречайся». Он услышал такие вещи. И действительно, хотя этого человека приговорили в смертной казни, но он видит, что он так спокойно проводит время. И он спросил, «Тебя же приговорили в смертной казни. Как ты можешь находиться в таком спокойствии?» И он сказал, «Да, я застрелил несколько человек, но я получил прощение грехов. Поэтому я спокоен». Этот человек никогда до этого не хотел в церковь, поэтому не может понять, что это значит. И человек, который был приговорен к смертной казни, достал книгу, которая называлась «Секрет прощения грехов и рождение свыше». С того момента этот человек начал читать книгу эту. И к обеду он все равно читал, ужин, читает. Он никогда в жизни не хотел в церковь, поэтому не понимает некоторые слова. И он разбудил того, кто дал книгу. «А что это значит? Объясни, пожалуйста». Ему объясняют, он дальше читает книгу. «На следующий день, когда солнце восходило, он понял, что у него нет греха». Он был очень рад. «Когда он читает, не понимает, спрашивает, и получил спасение». И того, который дал книгу, казнили, а этот человек получил спасение. Он не знает, что такое церковь. И вот скоро его должны освободить. Пока он находился в тюрьме, он смотрел за людьми. Он видел, что те люди, которые получают свободу, проходит месяц, они возвращаются в тюрьму. И поэтому он написал мне письмо. «Я получил прощение грехов. Помогите, пожалуйста, мне». Я ему дал свой адрес и сказал, «Когда будете на свободе, приходите в церковь». И он написал отцу письмо. «Отец такого-то числа, я выйду на свободу, я хочу встретиться с тобою». Потом он написал своим друзьям письмо. «Такого-то числа я выйду на свободу. Давай встретимся». Но потом он начал думать. «Вот я встречусь с друзьями и будем пить». «Когда я снова совершу преступление». И он написал мне письмо с просьбой, чтобы я принял его. Я отправил адрес нашей церкви и сказал, «Когда выйдите на свободу, приходите в церковь». И он приехал в нашу церковь. У нас была свободная комната. Я сказал, «Используйте его». Этот брат пока находился в церкви, он был так счастлив. Он думал, «Если я вернусь к своим друзьям, я совершу преступление снова, я окажусь в тюрьме». Один год он находился в церкви и был так счастлив. Он делал что? Ничего особенного. Убирал молитвенный дом. И так проводил время. Он говорил, «Уже год как я на свободе». Он стал совсем новым человеком. Потом поступил в Мессинскую школу. Очень усердно учился в Мессинской школе. И потом, когда он закончил учебу, у нас была очень хорошая сестра. И мы их женили. Когда я думаю об этом, у меня есть огромная благодарность. И сейчас он слушает. Я потом познакомлю вас с ним. И пока этот брат смотрел на Иисуса, я видел, как люди меняются через него. Когда он не знал об Иисусе, он занимался тем, что топил тюрьму. Он нагрел конец инструмента и отрезал кусок железа. Каждый раз, когда было время, он точил. Каждый вечер он точил. И однажды он приложил его к охране, который обижал его. И тот начал бояться трястись. Они зашли в пустую камеру, и он находился там. И рано утром взяли столб и сломали стену этой камеры, и смогли спасти этого охранника. Но когда этот человек получил спасение, он учился в миссисской школе. Даже когда я смотрю на него, он стал очень драгоценным служителем. Он убрал веру в себя. Уже три месяца, как я еще на свободе. Те люди, которые освобождаются от тюрьмы, приходят мало времени и снова оказываются в тюрьме, совершают преступления. Но он думал, я еще на свободе. Как же я благодарен. Полгода прошло, но я еще на свободе. Год прошел, но я еще на свободе. И он стал драгоценным служителем, окончив миссисскую школу. Сейчас он живет ради Евангелия. Такой прекрасный служитель. Дорогие, когда мы оставляем нашу веру в себя, когда у нас появляется вера в Иисуса, он становится подобен Иисусу. Когда я смотрю, я вижу, что он моложе меня. Он стал позже, чем я пастором. Да, он имеет недостатки. Но так чудно видеть, как Бог действует у него. Я видел, как Господь Бог совершает многие действия через меня. И в нашей церкви я благодарен, что появляются служители, которые в сто раз лучше, чем я. Мы получили прощение грехов в крови Иисуса Христа. Есть люди, чьи сердца находятся в своих мыслях. Но есть люди, которые освобождаются. Он думал, я могу оказаться в тюрьме. Но я еще на свободе. Он женился. У него родились дети. У него образовалась семья. Он стал учеником миссионской школы, потом закончил. И сейчас он стал драгоценным служителем Божиим. Это делает не человек. Это делает Бог. Мы хотим своим. Но в вопросе спасения, если я добавляю свою, это уже не спасение. Это я ничего не сделал. Поскольку Иисус умер из-за меня. Поэтому мои грехи омыты. Он не оставил меня. Он проводит меня. Наши усилия, они уже не имеют никакого значения. Иисус Христос пришел в Ефезде. Там было две группы людей. Многие люди ждали возмущения воды. Они думали, я первый войду, когда возмутится вода. Я буду исцеляться первым. Это люди, которые верят в свои силы. Есть человек, который не доверяет себе. Это человек, который болел 38 лет. Иисус пришел к нему. Говорит, хочешь ли быть здоров? Что он говорит? «Да, но когда возмутится вода, я не могу войти первым». Иисус сказал, «Встань, возьми постель твою и ходи». Господь говорит, «Ходить?» «Иисус говорит, чтобы я ходил?» «Но я же не могу ходить!» «Я же не могу ходить!» Что важно? Во всем, что мы делаем, есть предел. Но когда Иисус делает, там нет предела. Как бы мы не хотели очистить свой грех, мы не можем очистить свой грех совершенным образом. Но когда Иисус умирал на кресте, Иисус очистил все наши грехи. Написано, «Ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенным освящаемым». Иисус навсегда сделал меня совершенным. Навсегда Он сделал меня праведным. Я словами не могу описать, насколько я благодарен Богу. Если Библия говорит, что мы оправданы, значит, мы праведны. Аминь. Если Библия говорит, что наши грехи омыты, значит, мы омыты. Написано, «Приобрел вечное искупление». Он навсегда очистил наши грехи. Мы верим в Иисуса Христа. Когда Иисус умирал на кресте, Он очистил наши грехи. А если Он очистил наши грехи, тогда скажите, я грешник или нет? Нет, я не грешник. Хотя я ничего не сделал. Но поскольку Иисус все сделал за меня. Не просто все сделал. Совершенным образом очистил наши грехи, чтобы мы попали в рай. Аминь. Веруя в это. А, Иисус очистил все мои грехи. Тогда я не грешник. Иисус со мной. Иисус проводит меня. Я много читал Библию. Многие пастера говорят, что они грешники. Я говорю, что мы праведники. И сейчас многие церкви приходят в нашу сторону. Однажды наши студенты поехали в страну Эсватини. И они служили музыкой. И там был выпускной в национальном университете. И они решили прославить Бога там. И музыканты, они сказали, мы хорошо поем. И мы бы хотели выступить на выпускном. Но организаторы сказали, это невозможно. Почему? Сегодня будет участвовать король нашей страны на церемонии выпуска. А так как мы уже передали программу, никто не может поменять. Хорошо, тогда мы просто будем смотреть. Но потом организаторы подошли. Сказали, еще президент не пришел. Хотите выступить перед зрителями? Да, конечно. Сколько песен? А сколько вы им хотите? Давайте три произведения. Хорошо. Они исполнили первое произведение. Очень хорошо выступили. И потом, когда пели вторую песню, король пришел и сел на свое место. И они исполнили третью песню. Король слушал их. И потом закончили петь. И после того, как прошла церемония выпуска, король сказал, позовите этих студентов. Король спросил, из какой страны вы? Мы из Кореи. Мы из Кореи. И они объяснили. И тогда король слушал. Они сказали, через несколько дней приедет наш пастор. Через десять дней приедет в эту страну. И король сказал секретарю, когда пастор приедет, встретите его в аэропорту и пригласите к нам. И когда я вышел с самолета, незнакомый человек спрашивает, вы Уксупак? Я говорю, да. И меня пригласили в ВИП-комнату. Я прошел туда. И мне сказали, что король хочет встретиться со мной. Я встретился с королем. Я смотрел, что все ползут к королю. Я тоже в армии учился ползти. Но мне сказали, что иностранцы должны идти. И так я встретился с королем. Когда я встретился с королем, надо где-то сорок минут, чтобы передать Евангелие. Поэтому, как только я сел, я начал передавать Евангелие. И тот человек, который сзади стоит, очень дружит со мной. И если я говорю по-карольски, он все переводит на английский язык. Открывая Библию, я начал передавать Евангелие. Я передал слово. Обычно дают сорок минут на встречу. И после того, как я закончил говорить, я должен показать, что я закончил. Я закончил говорить Евангелие. И король сказал, «Пастор, вы настоящий служитель Божий. Можете еще передать слово?» «Почему бы нет? Конечно!» И еще сейчас я передавал Евангелие. Он слушал меня. «Пастор, можете еще рассказать?» Еще полчаса передал Евангелие. И он так радовался, услышав Евангелие. И теперь, в любое время, когда я посещаю эту страну, король встречается со мной. И после этого, там около 2000 церквей есть. И он собрал пасторов 2000 церквей. И на протяжении двух часов я передавал слово. И все 3000 церквей сказали, «Теперь мы будем принадлежать миссии Good News». И теперь они принадлежат все нам. Послали некоторых пасторов, и мы хотим, чтобы они научились передавать это Евангелие. И в прошлый раз, когда мы были там, мы общались. Господь Бог открыл перед нами много путей. Поскольку Бог сам не может, Он радуется, когда Евангелие передается через Своих служителей. Дорогие, если вы получили прощение грехов, то расскажите, как наши грехи омываются. Не нашими делами. А поскольку Иисус получил все наказание за нас, поэтому мои грехи прощены. Бог говорит, что я оправдан. Он говорит, что не воспоминал грехов. И тогда, если вы тоже немножко потренируетесь, и через вас многие люди будут получать прощение грехов. Осенью я был в Индии. Новые люди, десятки тысяч людей собрались. И они слушали Евангелие. Тридцать тысяч человек собралось. Я видел, как они радуются, услышав Евангелие. Бог так проводил. Услышав Евангелие, они так радуются. И во Америке многие пастора пригласили и получили спасение. И я вижу, как мы становимся едиными. Многие люди слушают Евангелие, они счастливы. В других церквях многие плачут, Бог проси мои грехи. Ведь в Библии написано, что Иисус Христос одним приношением навсегда сделан совершенными освящаемых. Иисус совершенным образом накреся чистил наши грехи. И сделал нас совершенными, праведными. Это слово Бога. Бог сказал, что Он оправдал нас навсегда. Я не говорю, что я не грешил. Я много грешил. Я воровал, обманывал. Но Господь сказал, что Он оправдал меня. А если Он оправдал, значит, я праведник. Раз это не удивительно. Сегодня многие церкви обращаются к нам. Не было людей, которые так передавали Евангелие. Сейчас многие повторяют за словом этим. И в Корее многие церкви теперь начали повторять за мной. Как? Это не проблема. Даже если повторяют. Главное, что получали прощение грехов. Если кто-то умирает, если кто-то умирает, не получив прощение грехов, передавайте Евангелие, открывайте Библию им. Скажите, что написано в Библии? Написано, что Он одним приношением навсегда сделал совершенными, освящаемыми. В Библии написано, что кровью Иисуса Христа мы стали праведны. Мы оправданы. Зачем говорите, чтобы вспоминали о своем грехах? Мы получили прощение грехов. Я воровал яблоко в детстве. Я был уверен, что я попаду в ад. Но я поверил, что мои грехи омыты. Все пасторы говорят, что мы грешники. Но я сказал, что мы не грешники. Потому что если я грешник, тогда Иисус, что зря умер на кресте? Он ни в коем случае не умер зря. В Библии написано, что Он совершенным образом очистил наши грехи. Он очистил наши грехи. Не надо принимать наши чувства. Верьте в Слово. Верьте в Слово. Написано, ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. Навсегда сделал совершенными. Господь очистил наши грехи навсегда. Не называйте себя грешниками. Скажите, Господь, спасибо тебе. Господь. Я говорю. Я говорю. Хотя бы один стих. Примите ваше сердце. Он – это Иисус. Он отдал Себя. И навсегда сделал совершенными нас. Навсегда Он очистил нас. Я чист. Так говорит Библия. И я верю в это. И Господь Бог хочет, чтобы вы говорили об этом. И в Америке, слушая эту Евангелие, многие служители получили прощение грехов. И сейчас многие пастора в Америке хотят работать с нами. Мы хотим передавать Евангелие, чтобы все люди в Америке получили спасение. Мы будем послать многих миссионеров в Америку, чтобы все получили прощение грехов. И в Мексике, чтобы получили спасение. И в других странах Латинской Америки, чтобы получили спасение. Я верю, что Бог благословит наши труды. Любимые слушатели, я очень счастлив. Мы передаем не печальную весть, а благую весть. Радостную весть мы передаем. Эта весть такая ценная. Она дает улыбку нам. То проклятие, которое должен был получить, я получил Иисус. И Библия говорит, что мы стали чистыми. Слова, я грешник, это не слова скромности. Это слова, которые убивают Иисуса. Я желаю, чтобы вы верили в слово Библии. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok